Нефть Ценнейшее полезное ископаемое Именно оно веками остается важнейшим видом стратегических ресурсов Не зря его называют черное золото Эта темно-зеленая или красноватая, коричневая или почти черная густая жидкость залегает то близко от поверхности земли, то на глубине нескольких километров Знаете ли вы, что именно на территории Гомельской области находится свыше 90% разведанных в Белоруссии запасов нефти? Поиски черного золота на Гомельщине в первой половине 20 века начались под Мозырем Однако особых результатов они не дали В 1961 году эти работы были перенесены под речицу Первой заработала скважина мастера Валентина Зайцева Полувековой юбилей с начала промышленной добычи нефти в Белоруссии отметили 17 ноября 2016 года В этот день, 50 лет назад, был получен один из рекордных притоков нефти на одной из первых скважин разведочного бурения Работа на которой вела в 60-е годы 20 века белорусская контора разведочного бурения Тогда открытие нефтяных месторождений под Речицей и создание производственного гиганта Беларусьнефть воспринималось как возрождение, или точнее, рождение республики в новом статусе Беларусь стала в один ряд с другими прогрессивными нефтедобывающими регионами СССР К сожалению, в связи с неправильной добычей в советский период когда максимальная добыча нефти составила 8 миллионов тонн в год и нефть просто фонтанировала с-под земли несмотря на то, что имелись и крупные месторождения в других частях Советского Союза все-таки использовалась нефть в данных скважин Белоруссии поэтому мы сейчас имеем такое наследство уже начиная с 80-х годов добыча нефти стабилизировалась на уровне около 2 миллионов тонн в год и постепенно она снижается в последние годы стабилизировалась на уровне порядка 1,6 миллиона тонн Кстати, начиная с 1966 года в Белоруссии было открыто 81 месторождение нефти и газоконденсата до сих пор в стране самым крупным остается речицкое месторождение специалисты оценивают неразведанные запасы нефти в республике в 178 миллионов тонн Следует отметить, что выполняя поручения главы государства интенсифицируется и добыча нефти и можно сказать, что уже с этого года, с 2016 даже начиная года уже начался такой, хоть и пока и небольшой, но подъем увеличения добычи нефти но пока вот добытые еще на 200 тонн нефти больше в 2016 году, чем в 2015 еще одним направлением, очень актуальным, если говорить о геологии является экспорт геологических услуг уже предприятия Гомельской области осуществляют эту деятельность в целом по стране мы планируем увеличить объем экспорта геологических услуг сейчас мы суверенная республика и нам эта нефть крайне необходима но вместе с тем, те запасы, которые остались в основном трудноизвлекаемые и нужно больше усилия для ее добычи значит, это и делать суспензию с водой, потом отфильтровать и так далее вот сейчас открыта новая скважина, угольская, так называемая вместе с тем, она тоже довольно проблематичная добывать от этой нефти на высокой глубине, свыше 5 километров, что само по себе делает низкорентабельным данную добычу за сутки по трубам открытого акционерного общества Гомель Транснефть Дружба прокачивается порядка 200 тысяч тонн углеводородов за полувековую историю этих тонн набралось около 2,9 миллиардов нефтепровод с сердцем в Гомеле, часть грандиозной нефтепроводной системы с гордым названием Дружба его задача обеспечение транспортировки нефти, поступающей из российской части нефтепровода в направлении Западной Европы и Балканских стран снабжение сырьем Мозорского НПЗ геологическое изучение территории Гомельщины продолжается а новые технологии добычи и переработки минерального сырья дают основания надеяться на рост его ресурсного потенциала сегодня главное богатство недр Припятского Полесья нефть, уголь, калийная и каменная соль, гранит, а также горючие сланцы, торф и сапропелли бесторождения этих полезных ископаемых имеют республиканское значение